Как мы не раз сообщали, в Карачаево-Черкесию для борьбы с новой инфекцией прибыла бригада врачей из Республики Башкортостан. Три дня медики дежурят в ковид-госпиталях, и сегодня съемочной группе вести удалось встретиться и пообщаться с ними. Подробности у Руслана Джукаева. Прибывшая в Карачаево-Черкесию бригада врачей из Республики Башкортостан уже третий сутки находится на страже в ковид-госпитале Черкеска. Свободного времени у медиков совсем немного, и мы успели с ними пообщаться в отеле перед выездом на дежурство. Объем работы достаточно, конечно же, большой, но я считаю, что все находится под контролем. Конечно, эпидемия – это есть эпидемия, больные поступают, но наша задача – помочь и преодолеть эту напасть, которая одолела все человечество. И не только Карачаево-Черкесию, но и Республику Башкортостан. А вот хватает ли персонала, медикаментов, не знаю, все ли в порядке в этом плане? Вы знаете, медицинского персонала не хватает нигде, потому что все здравоохранение всегда предназначено для оказания помощи в мирное время, потому что, в общем, медицина – это достаточно мирная вещь, и поэтому она работает и в плановом порядке, и в экстренном порядке, но, тем не менее, в мирное время, когда нет большого поступления пациентов, поэтому мы сейчас практически находимся на военном положении. Вся медицина находится на военном положении. Конечно же, в слоях военного положения, ресурсов, и это подчеркивается всеми, во всех странах, во всем мире, их никогда не хватает, именно поэтому мы здесь. По словам врачей, сложно определить, когда будет спад заболеваемости, так как болезнь для всех новая и не имеет четких статистических данных, по которым можно было бы сделать прогноз. На данный момент стоит задача делать все возможное для излечения больных и приложить все усилия на предостережение новых заражений. «Именно эту болезнь каждый человек переносит индивидуально, потому что она новая, никто не знает, как и каким образом она влияет на конкретного человека. Есть, конечно, особые группы риска, куда входят и возрастные пациенты, и пациенты с сопутствующей тяжелой патологией, и с сахарным диабетом, и с сердечно-сосудистой патологией. У них это все протекает тяжелее, в том числе и у иммунокомпримированных больных, а молодые, здоровые люди ее переносят гораздо легче, конечно». Безусловно, врачи – герои современности. Вдали от своих семей они ведут борьбу за жизнь каждого пациента, порой рискуя своей. «Хотелось бы отметить, во-первых, огромное желание врачей вашей республики и пациентов вместе бороться с этой инфекцией. Мы за несколько дней увидели здесь абсолютно конструктивное понимание отношения к этой проблеме. Мы благодарны за этот прием и за то отношение, которое есть и у медицинского персонала, и у населения. И я думаю, что вот эта работа совместная, она принесет свои результаты». «Конечно». По словам врачей, простые вроде бы рекомендации – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не собираться большими группами – могут предостеречь людей от заражения. Важно помнить, в борьбе с этим врагом люди должны объединиться. Руслан Жукаев, Роберт Жигутанов. Вести Карачаева, Черкесия.